Привет, друзья! Сегодня я нашел на ютубе замечательный ролик Хотел бы вам его показать Чемпионат России по бодибилдингу 2013 год, категория свыше 100 кг На сцене Владислав Фатьянов, Алексей Тронов, Абсолютный чемпион России Величко Аркадий, Абсолютный чемпион России Зебаль Сергей, Абсолютный чемпион России Шансы мои были равны практически нулю на победу Я сделал ядерную сушку И, соответственно, генетика моя не вывезла Я стал только четвертым Но в какой компании? Можете этот ролик найти и пересмотреть его более бдительно Сам смотрю, ищу варианты, почему я не попал в тройку Так как по форме, объективно, я был сушен на порядок этих ребят Но, видите, получается, в тяжах играет все-таки роль масса Монстрозность Компания просто бомба И все остальные, как говорится Просто фантастическая конкуренция Конкуренция Спасибо Я прошу спасения за занятие места на задней части сцену Ну вот как-то так Андрей Смаев, съезд от завода Также хочу поговорить сегодня У меня много вопросов задают по Дикулю Сейчас посмотрим Дикуль Присед 450 Хорошо, вот видео Внимательно смотрим, ребята История Дикуля широко известна Работа в цирке, гимнастом Падение с высоты Тяжелейшая травма позвонков Неподвижность Пять лет неподвижности Инвалидная коляска Все это время собственные упражнения И приспособления для упражнений Пока наконец не наступил день, который Можно считать вторым рождением для Дикуля Произошло однажды Когда? Что тут говорить? Тут нечего говорить Все уже сказано Все уже сказано Присед смотрим Кто спортом занимался, поймет Чего стоит это дыхание? 420 килограммов Два Вот основной пресс Это мирового рекорда В пауэрлифтинге Для молодых спортсменов Супер тяжелого веса А Дикуль даже не супертяж И вот сейчас Чтобы доказать Что он сделал это Он специально пытается присесть Это для нашей съемочной группы Штанга в дугу 450 кило Не пошло Заболтала, Гри Вторая попытка Присел прекрасно Вот собственно и говорить нечего Человек крутился как белочка под куполом цирка В свое время Благополучно оттуда упал С 15 метров или сколько Сломал себе позвоночник Восстановил себя сам Не то что встал на ноги из инвалидной коляски Я восстановился И когда в принципе мне было там лет 15 назад Лет 20 назад Этот я присед видел Я подумал это Обман Сейчас внимательно посмотрев на блины На прогиб штанги Вы можете у себя дома Это тоже все посмотреть Как блестят блины Они у него лежат в зале Потом в других видео Эти блины лежат в зале Это полтинники У нас в зале были такие же полтинники Правда не так они блестели Что меня навело на мысль Что это что-то не то Но у него просто они свеженькие Не заюзаны То есть вес 450 Человек снял Совершенно реально Как все это делают Такой вес Попробуйте снять 300 И вы поймете Вы будете точно так же трясти Шататься и так далее То есть Мое мнение может быть каким угодно Если я рядом не стоял с человеком И я не могу стопроцентно утверждать Что вес был взят Это первое Второе Почему он и не сделал это На официальных соревнованиях Тоже загадка Поэтому естественно Сомнения остаются И у вас и у меня Что 50 на 50 Но все было очень довольно Реально выглядело Ну в кадре Ну и вы сами все видите Что там Я понимаю Что это цирковой артист И в принципе Я тоже Могу думать Что доля цирка Там присутствует Но В 80-е годы Когда я видел Как он выступает в цирке Будучи пацаном Подбрасывает шары Там 40-60 килограмм Себе на хребет Жонглирует ими Я думаю Никто из нас Этого повторить не сможет Друзья мои Поэтому дедушка Понятно дело Авторитетный Сильный Волевой Настоящий Ну и прожил немало Я так Честно говоря Не знаю До сих пор Жил ли он жив или нет Не слышал ничего О его кончине Было у него Даже вот тут есть ролик Кокляев в гостях Внимательно его слушал Ну скорее всего Надо у него Спрашивать мнение Ну хотя Этот Присед Тоже Он не видел И Самое главное Что я хотел сказать Так как Условия игры И Битва за хайп В интернет Пространстве На телевидении Она имеет место быть А человек Начал Делать Свои мази Свои какие-то Пилюли Свои товары Естественно Чтобы сделать рекламу И пропихнуть Это все на рынок Может быть Это был Хайповый момент Как Какой-то Понимаете Пригласил он Почему-то Журналистов А не профессионалов Пауэрлифтеров Не милами Чего там Никого Поэтому 50-50 Но то что Это настоящий человек Которому Можно писать Пояс Поэму И что угодно Ну это Сто процентов Далее Сидорычев По Сидорычеву Спрашивают Сидорычев Бодибилдинг Видео Окей Вот видео Я мог себе Позволить Не есть Множество Видео Вот посмотрим С чемпионата России И так далее Вес спортсмена 147 килограмм В Мерселоне Самый тяжелый Часник Вес 126 Чемпион Европы 2011 В году Тренируется Под руководством Тимошенко И Туболь 126 килограмм Такой вес На сцене Выставляет Не каждый Профессионал Вы слышали Да Кто его Тренировал Саша Тимошенко Мой друг Мой земляк Тоже мы с ним Много Сотрудничали Ну Видите как Он Это Человека Бодибилдера Довольно Просто За ковришку Какую-то Под себя Под мяч Уже Настоящего Чемпиона Объявить Своим Своим Тренером Дав Ему Несколько Банок Протеина Ну К сожалению Так Потому Как Натренировать На самом деле Атлета С нуля Ну Это Долгие Годы И непонятно Что с него вырастет Не кончится ли он Где-то по дороге Не потеряется Ну То есть Никто Не возьмет На себя Такую Роль С нуля Вырастить Спортсмена Хотя В различных Спортклубах Типа Алмаза Прокофьев Там С нуля Пацаны У него Растут И буквально На глазах Но на самом деле Получается Вот к этому Тренеру Надо вам За советами Обращаться А не к каким-то Югием И ему подобным Деятелям Культуры Бодибилдинга Культуры И тела Понимаете О чем я И Мы отклонились От Сидорычева Ну Сидорычев Чозас Насколько После силового Экстрима Взял Россию Взял Несколько Чемпионатов Европы Причем В абсолютной Категории Я сам там был Сам видел Мы Потом Вместе В номере Я С Людмилой Тубольцевым Поил пивом Ели Хамон Общались Ну Что сказать Как за человека Миша Похож На большого Ребенка И Людмила Тубольцева В принципе Ему была Как мама Знаете Сопля выскочит Нос Надо Подтереть Ну То есть Она Настоящая Боевая Подруга Которая Ну Эта пара В принципе Гармонично Смотрелась Ну У нас номера Были поблизости Вечерело Как говорится Я пошел Взял Пивка Был Это ящичек Колбаски И просто Ну Я к ним В номер Пришел И мы Посидели Поболтали О том Осе Ну Что сказать Опять же Как спортсмен Красавчик Хоть И Так же Если На мой Взгляд Ну Пропорции Не Супер Пупер Ну В отсутствии Хорошей Конкуренции Можно Побеждать Если Выйдут Одаренные Симметричные И Пропорциональные Атлеты Проиграет Ну В принципе Почему Он закончился Всем этим Знаете Опять же Вот эти Вот Ну Упаднические Настроения Почему Нам Я Чемпион Вот Как Я Столько Людей За 30 Лет Видел И У себя Здесь На родине У меня Столько Чемпионов Мира Там И Всего На свете И они Почему-то Приезжая Домой Ждут Что Сейчас Жизнь Изменится Их Позовут В Голливуд Им Дадут Губернаторскую Премию Будут Спонсоры Стоять В очередь Но И Это Их Ломает Конкретно Из Заслужено Зачастую Люди Естественно Пашут Но Они Немножко Переоценивают Индустрию И Вообще Обстановку Вокруг Себя Поэтому Не Получив То Что Они Ожидали Люди Заканчивают Просто Тупо Завязывают Думают Зачем Мне Все Это Это К тому Что Таких Мастодонтов С Таким Долголетием В спорте Как я Ну По Пальцам Я могу Пересчитать Те Ребята Которые Сейчас Как раз Со мной Стоят В категории Вот И мы Все Из 90 Мы Все Из 90 Рудольф Хобби Буллин Там Я уже Не Говорю Ешанькин Александр Андрей Зебаль Серега Тронов Алексей Все Мы В 90 Начали Я Начал В 93 Честно Скажу Видел Только Ешанькина Мы Прямо Сретились С ним В коридоре Ему Было 40 По-моему Только Лет Исполнилось Я В его Пресс Вот так Пальцы Вставлял Ну Я Просто Был В шоке Ну А у Меня Пресс Гладенький То Это Вы Знаете Вашего Желания Накачать Пресс Маловато Тут Нужна Генетика И Вы Видели Как Генетически Перешел Пресс Его Сыну Диме Тоже Он В принципе Ну Не Сказать Что Это Монстр Но Фитнес Категория Фитнес Но Пресс Достался От Батя Как Говорится И Хоть Вы Убейтесь В зале Когда Мне Говорят Накачай Пресс Я Сразу Пытаюсь Найти И Посмотреть Сколько Кубиков Во-первых Там Может Быть У меня Четыре Ровных Кубика До Пупка У Кого Там Шесть А Бывает Вообще Десять То Есть Это Не от Вашего Желания Не от Какой Химии Там Ничего Не Зависит Это Заложено Природой Вот Так Что Еще Также Вчера Смотрел Ну Посидоров Чего Вы Поняли Спортсмен Хороший Человек Ну Знаете По Москве Столько Всяких Там За Каждого Что Вы Сами Там Разбирайтесь Я Своё Личное Мнение Высказываю Вот И мы Общались Ну И на Коммерческих Турнирах Рядом Стояли Ничего Плохого У меня Человек Не Сделал Мы Нормально Общались Контактировали Ну А Там Знаете Кто Что Там Делал Вне Вне Спорта Это Дело Личное Дело Каждого Вы В первую Очередь За Собой Посмотрите Что Вы Делаете Дома Когда Никого Нет На улице Когда Никого Нет Когда Вы Находите На улице Упавший Кошелёк Отдаёте Ли Вы Ему Вы Его Хозяину Или Озираясь По Сторонам В Карман Складываете Думайте О себе Не Надо Искать В других Какие-то Недостатки У вас Их У самих Полно Да Вчера Смотрел Еще Ролик Наткнулся Блуд 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 Странное Погоняло Шебутное Какое-то С Юхцом Этим Велосипедом Ну Юрец Объективно Скажем Почему Он со мной Даже не пытается Наре Выступить В прямом эфире Там просто Нет вообще Ничего Просто вообще Ничего Даже Вы знаете Настолько Смешон Что Даже Говорить Не о чем Давайте Про Блуда Что за персонаж Этот Блуд Мне трудно Сказать Я так понимаю Спортивных успехов Никаких особых Не имеет В которые Я мог обсуждать Видел там Несколько роликов Там С гирями Там Что-то Там Мужом Выворачивался На полу Ну По-моему По-моему Это цирк Цирковой актер Видимо Но он Под такого И косит Там Смешная Шляпа Ну Не хватает Только носа Как у Олега Попова А так Усики Зубочистка Там Какие-то Бусы Шмусы Ну Короче Образ такого Знаете Ну Именно Для Ютуба Недаром Там Два миллиона Подписчиков Такие Это Люди Которые Поняли Стратегию Вычислили И Добились Результата Ну Молодцы Именно В этой Это все Делается Именно Для медиа Поверьте Мне Они друг Друга Потом Тоже Сарычев Этот Югий И они Друг Друг Ходят В гости Знаете Чтобы Вы Подписчики Ну Гуляли И подписывались На все это Туда Сюда Кочевали То есть Ну Они Просто За это Будут Получать Монетизацию Деньги Продавать Программы Как пожать 150 Как пожать 200 Ну И тому Подобное Ну Они Они В своем Роде Красавцы Ну А вы В своем Роде Лохи В общем То Что тут Сказать По Жиму По Жиму Хочу Еще Отметить Я просто Слышал Краем Уха Что Сарычев Продает Программы Конкретно 150 Жим 200 250 300 То есть Он может Вам прислать Бумажку Там Занимную Сумму И Вы Каким-то Образом Волшебным Должны Добиться Результаты Странно Только Где Эти люди Которые Пожали Вы Знаете Даже Я Сейчас Позираюсь По Сторонам Я В свои Годы Могу Пожать 200 Еще Мой Друг Саша Клычев Который На 10 Лет Младше Я Его Сам Тоже Пригласил В зал Чтобы В зале Знаете Сами Какие Тренеры С улицы Студенты Чтобы В зале Был Еще Один Профессионал Который Реально Может Помочь По Страховатески Можно Вообще Поболтать С ним Мы Выступали По Стронгу Ноги У него Огромные Но Я Говорю Про Сашу Калычева Выступали По Стронгу Там Уже Обратил На Него Внимание А Далее Я В 2001 Установил Официальный Рекорд Области В Жемележе 275 Килограмм Тоже Здесь Шортс Или У меня В инсте Где-то Ролик Выложен Потому Что Я Не Могу Выложить Короткие Ролики Все Автоматом Куда-то В шортс Уезжают Там Можете Посмотреть Или В интернете Набирайте Влад Фадьянов Жим 280 Или Присед 300 И Вы Видите Не Надо Ничего Искать Я Сам Ищу Потому Как Кинопленки Не Было Знаете Где Все Куда-то Что-то Подпропало Запало Там Компьютер Сгорел Телефон Поменялся И так Далее Так Вот Саша Клыч Он Побил Мой рекорд Где-то 5 лет Назад Который Который Стоял Где-то Лет 18 275 Как я Пожал Ну При Одном Условии Сейчас У него Уже Была Более Современная Майка Он Пожал 280 Также На соревнованиях Чемпионат Области И Снял Мой Рекорд Было Конечно Очень печально Что Я его Не удержал Я хотел Зайти На 300 Купил Себе Специальную Майку Метал В Финляндии Заказал По моим Рукам По моим Меркам И Уже Вот Как раз Жал 280 Я только Начал Подготовку Майка Мне давала Это Волшебная 50 Плюс То есть Я без Майки 230 Пожал Но Учитывая Что я Без Майки Жал Там Лучшие Годы 270 Я как раз Хотел Выйти на Пик формы И эту Майку Одеть То есть Чтобы понять Сколько Дает Майка Вы Жмете Из Последних Без Майки Потом Надеваете Майку И Жмете Соответственно В ней Максималку И Понимаете Сколько Она вам Дала Правильно Правильно То есть Эта Майка Мне Дала 50 Мне Достаточно Было Дойти До 250 А 250 Я На Чемпионатах Области Без Разминки Один Раз Пришел Посмотрел Вокруг С женой Ставьте Мне 250 Вышел Без всяких Майк Пожал Оделся Мы Забрали Награды И я Уехал То есть Официальный Рекорд Без Майки У меня Тоже 250 Кг Ну а Те Майки Однослойки Мне давали Только Остановку Когда Я Пожал 275 Я В зале Пожал 272 Ну Накануне Без Майки Дала 2,5 Кг То есть Вот Такой Спорт Я Люблю Когда Ты Жмешь Естественно И Натурально Но Тут 50 50 Когда У меня Уже Пошли Травмы Надрыв Грудной Перелом Руки Я Уже Задумался Ага В принципе Майка Она Блин Как-то В ней Не так Сремно Вы знаете То есть Тут Такое Себе Но Показатель Вашей Физической Силы Естественно Это Чистый Без всяких Безэкипировочный Присед И Жим И Тяга Вот Тот же Саша Мой Напарник В зале Сейчас Присед У него Лучший Не поверите 400 Кг 400 Кг То есть Ну там Действительно Ноги Такие Что Вполне Себе Причем Он На Чемпионате Области Этот Вес Зафиксировал Вот Так Вот У меня Максимальный Присед 300 Ролики Есть В Шорт Есть В Интернете Или На Рутубе Или Где Просто Набираете Влад Фатьянов Присед 300 И ролик Вы Видите Как-то Так Ну Про Блуды Я начал И Ушел Как Говорится В Блуд Ну Надеюсь Что Вам Было Интересно И Познавательно До Новых Встреч Качайтесь Не Слушая Других Идите В Любом В В В В Любом В Любой Ситуации В Жизни До Конца Верьте В Себя Не Слушайте Тех Кто Вас Пытается Оттянуть Они Сзади А Вы Переди Них Поэтому Они Цепляются Вам За Трусы И Добавляют Вам Просто Силы Энергии Для Движения Будьте Здоров Тру Трус 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 Продолжение следует...